Сейчас с Петровичем разговаривал, с папой Руслана. Он как давай вспоминать, говорит, что мы обязательно все должны приехать к нему потом, напиться в привольный. Вот, и огромные слова благодарности мне, ребятам, давай вспоминать, как движок на Фольксвагене сгорел, и мы его толкали. Как мы утекали от чуваков из злобы, но все помнит Петрович, слава богу. Вот он, вот нам свидетели и судьи, ребята. Это, отец пана, сейчас я с ним разговаривал, ценит очень, все, советовался по конкретным делам. Говорит, Серый, давай наградку поменяем, там она какая-то. И про памятники я сказал, это я пацаны для всех, для нас. Я хочу обратиться к вам к многочисленным, ну, откуда-то появившимся сотням, тысячам защитников Товгая, этих плакальниц, плакальщиков. Всех этих панихидных цифровых ребят. Кто такой Петр Петрович из МИСа? Первый вопрос. С поселка Привольный. Какое он отношение имеет в виду к группе Ляпис-Трубецкой? Фольксваген, может, вы помните? Погоню из Жлобина? Вы знаете Зеленко или Загорина? Вы знаете Сверидовича? Так. А Ангарская, северный поселок? А Бурея вы знаете? Знаете, если вы не ответили ни на один вопрос, который я вам задал, я вас прошу, оставьте светлую память крутого мужика, крутого музыканта, моего друга Руслана Владыка, с которым я дружил все время, всю жизнь. Даже если мы были не рядом, мы всегда передавали друг другу весточки, поздравляли днем рождения, снова он говорит, оставьте его в покое. Ясно? Ясно? Не трогайте, потому что он этого дико не любил. Это не потому, что я так не люблю, потому что я знаю, что любил Пан. Пан любил Рэнси, это CDC. Он не любил всяких этих сплетен, еще чего-то. Он очень, если бы у него спросить, Пан, что ты хочешь, он бы сказал, что надо идти в ирландский паб, шпарить шпатен или харп, танцевать, веселиться и очень громко ставить песни, которые он записал. Ставьте его музыку, ставьте первый альбом Брута, где он играл, ставьте песню Железный, все альбомы Ляписов, он дико это любил. И это будет о нем лучшая память. Рассказывайте про него истории, те, кто его помнит. Байки. Уберите весь этот сентиментальный мими-ми. Потому что, ну, это позорит серьезного, крутого музыканта и мужика. Многие скажут, ну, про Пана говоришь, неподобающая музыка. Вы знаете, где Пан начинал вообще? Он начинал в очень серьезном халт-бенде, где играл его отец, Петр Петрович, мой друг большой, которого я очень люблю. Потом водила цыган, ну, предводитель. А Пану было 12 лет. Вот 12 лет всю попсу. Ну, в хорошем плане тогда-то это было Барыкин, Кузьмин, Песняры. Наизусть. Наизусть. Это уникальный вообще человек. Столько он в голове держал. И вы знаете, несмотря на то, что, ну, мы все как бы рок-н-ролльщики. Он очень любил Энтрекс, Восе Ди Си, Металлика. Ну, и он таких из обломков. На обломках банд металлистов из 80-х, с Ангарской. То есть 80-е металлисты, это были кто? Хулиганы. И пересмотрите фильм «Пацаны». То есть потлаты в джинсах, если написано там Веном, блядь, там, Аскос, Креатор, там, Ментрекс. Это, ну, это значит, сейчас будет закурить копеек семок, с какого района, кого знаешь, Буратино, Плюмбум. В общем, такой пан оттуда. Но он при этом жутко много знал этих песен, потому что, ну, по работе. И поэтому, если появлялась гитара, то он валил, ну, не останавливаясь, на любую тематику. Розенбаума надо было там для вуганцев сыграть. Блатные песни он всегда знал. Ну, и, конечно, баян. Так, пан был фестивальный баянист. Фестивальный, ну, есть просто баянисты, там, подыграть, это Олег Скрипка. А есть и фестивальный, это уже Чистяков. То есть это человек, который, там, классику Бетховена, как на органе. То есть левой рукой. Левой рукой. Он по фестивалям гонял, поэтому он на баяне шпарил такие сложные партии. Но он дико не любил сапог именно из-за этого. Из-за постоянных конкурсов каких-то, что ему приходилось с кем-то соревноваться, что-то доказывать на скорость. И он обладал уникальным знанием сольфеджо. Уникальным. То есть никто, кто заканчивал консерваторию, много музыкантов с нами работал, там, куча людей. Великих-великих артистов, они всегда удивлялись. У него было, ну, не знаю, он как дирижер оркестра. Мгновенная любая модуляция, любой расклад аккордов, мгновенный. И я бы это назвал абсолютная музыкальная пауза. Он слушал песню один раз и мог ее воспроизвести почти полностью. И текст, и музыку. Сколько раз нам спасалось. Или на Глазое такси, кстати, то, что мы спели. В поселке Привольном, где директором Дома культуры работал Петр Петрович Владыка, папа Руслана. Петрович, мы его просто зовем, он был практически участником коллектива, потому что мы гоняли на его Фольксвагене. Удирали от бандитов из Бреста, удирали от разъяренных ОМОНовцев из Жлобина. Потом этот заглох, Фольксваген, мы его толкали. Ну, вообще, и мы с ним выступали. Он во дворце шахматы, шашек с нами выступал. Петр Петрович, он частушки знал. Играл на тимбалях, он называл. Серый, я цимбали возьму. Тимбали всегда помогут. Когда аппаратура сломается, и он брал тимбали, и начинал на тимбалях, подмигивал. И на дорожке, на дорожке, на дорожке, дед на бабе, польку режет, аж трассутся, каутаны трассутся. Ну, он такие деревенские, эротические умел. Петр Петрович. Там, ну, гены, у пана гены артиста. Я сказал музыкальная пауза в видосе, а вот я говорил про музыкальную память. Спасибо. Спасибо. Так вот, мы в поселке, почему Привольном оказались, мы там репетировали. Там сироп и пан проходили практику. Директором работал Петрович, папа Руслана. Мы проходили практику. А сироп там видеосалон организовал какой-то. Пан наработал преподавателем. Ну, как практикант. То есть, преподавал баян, по-моему, даже гитару, сальфеджио. Вот. Ну, и мы там репетировали. И надо было играть отчетные концерты. И вот был первый концерт для Писа Турбецкова. Мы играли свою тогда, ну, наверное, первую программу. Третья мировая война, наверное, она называлась. Там песни, как вы понимаете, Гриня Фомин, Бофичи Цася, Кулак. Ну, и, конечно, одиозная и жесткая песня под названием «Анонист». Очень провокационная. И мы все это вывалили в переполненном ДК Привольного. Играли эту программу там с ирокезами, с клепками. Я, по-моему, тогда Зеленко на барабанах еще играл. Или уже Леша Загорен, точно не помню. Сироп уже был с Тубой. И были Свиридович на бас-гитаре, Рыжий. Ну, в общем, мы выступаем, валим там, кривляемся. Ну, уже понятно было, и пан многих местных знал, поддатые пришли. Поселок Привольный – это такое продолжение партизанского. И там было очень много таких хулиганов, которые ездили в Минск на дискотеке МАЗа, на кинотеатр «Дружба» в Чижовку. В общем, дрались, блядь. И они были, конечно, возмущены. Бабушки, потому что себя, ну, чувствовали неловко. И мы понимали, что сейчас нас будут пиздить. И там в какой-то доле секунды пан говорит, давайте такси петь. Сироп, ты же припев знаешь. Ну, и мы начали петь такси. И я бородил в куплете, ну, от себя тяну смешил людей, бабушек. Ну, просто что-то разговаривал, рэповал. А зато припев потом Камтугеза. И мы раз в восемь этот зеленоглазый такси. И стали богами вообще в Привольном Пилин. Дня три, наверное, из этого поселка не могли выбраться. Вот такая практика была. Проходили мы. Прикольная. Только самые близкие люди еще знают, что одним из самых больших влечений, страсти у Руслана была авиация. У него дома был, как это называется, симулятор. И он в онлайне летал из Минска во Владивосток. Или там, ну, какие-то выбирал себе в онлайне. То есть, Наташа, супруга, там, ему как стюардесса заносила, стучалась, наверное, там, капитан, разрешите там. Ну, это мы так с пацанами иронизировали. Немножко подкалывали его. Он досконально все знал. Он по звуку любой самолет мог отличить. Просто по звуку. Досконально знал все устройства гражданского аэропорта. Военные самолеты. Все марки. Вообще, когда кто производил. Ну, и, конечно же, его мечта была, ну, когда-нибудь иметь свой собственный, наверное, самолет и летать. То, что он на симуляторе летал, он всегда знал все эти глиссанды, на какую полосу мы сядем, как аэропорт в каком городе мира называется. Это было настолько сильной страстью, он мог объяснить всю работу авиалайнер. Ты не спрашиваешь, что такое створки ЦАП-фупан? Он тебе объясняет, что вот означает такая-то или иная команда капитана. Как, ну, вот Баба Ёшкова, допустим, знаете, кто это? Это те, кто приезжает убирать в самолете, когда самолет прилетел, и быстро должен улетать, и там привозят уборщицу. Он знал сленг, это Баба Ёшки, ну, внутренние. И я уверен, если бы его посадить за за руль авиалайнера, совершенно можно было спокойно там лететь и не волноваться. Не за свое здоровье, не за здоровье пассажиров. То есть, вы представляете, какой многогранный человек? И он все свое время, свободное от музыки, посвящал либо семье, либо вот, ну, авиации. То есть, все время он куда-то летел, и мы знали, что в это время нельзя пана трогать, потому что, ну, самолет же упадет, какой автопилотный. Вот такие дела. Вот такие дела. Крылатый парень. Крылатый, окрыленный. Пан ненавидел в клипах сниматься, но не любил очень. И иногда искусственно пропадал. Вот клип Яблони знаменитый, но нам очень он нужен был. У него была роль важная. Но он, как обычно, пропал. Я уже знал несколько мест, где его можно искать. Главное, надо было знать последнюю точку, где его увидели. Чижовка, Степянка, Слепянка. Я уже знал Хазы. Там Коля покойный, его друг был жив. Можно было через... Сытый папа такое место возле Комаровки было. Такой опасный, классический из 90-х кабачок возле... Ну, и пан там был завсегда. Он всегда там всех поил, радовал, с концертов приезжал, с гастролей. Он такой очень проставлял всем там. Все знали, сейчас Руля приедет. И потом еще сам садился, за Колю пел. Коля это друг его, огромный, ныне покойный, великолепный музыкант, певец замечательный. Который, ну, каким-то я не знаю, почему он не попал. Его приглашали в различные профессиональные группы. Там в Песняры, Верасы. Ну, он такой был хулиганил. Коля. Это лучший друг, пан, если кто не знает. А лучший друг из нашей группы его был Дима Бобровка, младший. Они никогда не расслабились. Он лучший, это его лучший друг. Самый близкий. Они в одном номере жили. Они делали 16 градусов тепла, но они ж такие викинги. И лежали к ним. Заходишь там, инь. Они лежат и палят. Ну, а вечером то. На двоих такой. Такая пара громадный. Дима, 200 килограмм. Мы, пан, такой. Ну, и при этом они, у них все одинаково. То есть, если на обед, пан говорит, мы с Димоном, как волки, едем раз в неделю. Поохотились, поели, потом переварим, набегу все. Ну, это такая, ну, типа шутка, но в ресторане по рульке. Жульен, 3-4 кофе, пан, очень много кофе пил. Вот. Такая история. В сторизах у меня есть клип Яблони. Вот. Ну, и пан как и пропал. Мы его, короче, как-то разыскали на Грушевке через знакомых бандитов на Хазе на одной. Привезли его. Ну, и кто-то тогда сухой закон, наверное, калмык врубил. И мы пану не успели дать прокачать. И вот его взгляд с этой кружкой, да, где его к этим одели красноармейцы, это он не успел прокачать. У него там так рука трясется. И все такие, какой у пана взгляд, какой он артист. А он не играл ничего. У него такая боль была после запоя. Вот. Ну, потом мы похмелились. И, конечно же, в проруби купались. И заново все начали, веселились. Но вот это его взгляд такой пронзительный, с болью и строгий одновременно. Пан. Пан. Три любимые группы пана, это Rancid, ACDC и Rage Against the Machine. Он очень уважал. Партии много играл на чеках. Это они любили там с шурупом. Что-нибудь валил. Валить. Ну, вообще, конечно, он уникален был. Про музыку мог часами рассказывать. И самое интересное, это единственный человек. Мы как-то на студии в Киеве с Ладом Юруном и с Виталием Телезиным, ну, пана тестировали. Он сидел в студии, ему в эмуляторе включали в уши звучание различных комбиков. И он точно на 10 или 12... Ну, просто он сидел, и мы переключали, и он говорил, Трес Элиот, это Маршал, это Оранж такой-то, ну, там, Ерун или Телезин. Они просто были в шоке. Но я вам уже рассказал, что он вообще-то... Ну, вообще-то, он кроме гитар, музыки и авиации еще увлекался оружием. Вот это я вам расскажу. Это отдельная история. Иногда очень опасные были моменты. Но вообще, про оружие он мог рассказать тоже все. Все. И, конечно, мешал нам, когда мы смотрели Джеймс Бонд или какие-нибудь боевики, потому что он все время говорил, это вранье. Вот этот так не стреляет, тот туда не бьет. Это звук от другого пистолета. Это они перепутали. Этому нужно было... Ну, вообще... Представляете, насколько многогранный человек. Я все про него расскажу. Все самое интересное, потому что он достоин своей отдельного Шантарама. Или своей Одиссеи, своей энциклопедии огромной. Огромной энциклопедии. Пана. Прочитал в родной МК. Переслали мне... Михалок прислал три корзины цветов и деньги. Ну, так звучит угрожающе. Или... Ну, панархо-олигархам. Типа вся братва пришла, а он только корзины прислал. Да у меня концерт сегодня здесь. У меня контракт с одной фирмой-производителем креплений лыжных. Я сам не езжу, но крепления люблю. Я люблю, когда все крепко. Ну, почитал. Неплохая статья. Все были, слава богу. Даже Пашек Козюкевич появился. Козюкян его зовут. Путаю все. Женя. Все молодцы. Но... Ну, там есть немножко... Ну, не очень понравилось про пана. Совершенно безобидный, бесконфликтный человек. Да пан крутой мужик был. Я с ним в таких потасовках участвовал. Чего вы гоните? Он с Ангарска, металлист. Мы на Северном. Один раз у нас друг Попов его фамилия. Олег причем его зовут. И мы были как-то у него на Ангарской. Видике двое суток смотрели. У него батя, он у него за убийство сидел. Он говорит, пошли. Вы здесь сколько собираетесь отдыхать? Мы двое суток пошли на пивняк. А он не пил сам. Говорит, мне надо вас представить нужным людям. Чтоб вы потом приходили и вас никто не трогал. И он пришел, нас показал Наришем. Вахта это называлось. И все, и мы уже там гуляли. Потому что это северный поселок. Апан с Ангарской. И еж с Ангарской. И там были свои траблы. Потому что северный это цыгане. И трафик, трафик. Сами понимаете чего. И я представил нас. Апан. Ребята. Классный мужик был. Если надо бы подраться было, он всегда был за. И умел это делать ловко и смело. А еще он спорить очень любил. Это не многие знают. У него постоянные пари. Наспорт 28 стаканов компота. Но он выпил только 25. 28 он не выпил. Но, ребята. Столько изюма от компота по различным уборным потом. Вокруге километра я не видел. Панк называл это. Ну, извините. Рыгать как кот. Раз 20 этот компот выплевывал. Ну, мы же тогда пили. Слава богу, что он. Ну, это как запивон. 25 компотов. Еще Наспорт пан при мне литр кетчупа засадил со ствола. Вот так. Но у него гены. Петр Петрович при мне один раз из чайника. Из чайника. Выпил две бутылки водки. В три глотка. И не зажужжал. Гены. На алкоголь у пана были гены стальные. Перепить его было невозможно. Даже Димон валился. А у Димона деколитры. Деколитры влазят. Ну. Так что пан нормальный был мужик. Такой, как и нужно быть мужчине. Да. Добрый. Да, порядочный. Но если появлялся сволочь рядом, то пан принимал вызов. Какая песня красивая. У нас есть песня, кстати, сворованная с этой песней. Ну, под впечатлением написано. Про девочку. За окном проснулся месяц мой. Что-то тэ-тэ-тэ. С первого альбома. Романтическая. Я, ну вот, у меня моментами так. Вот сейчас пан это акцент главный мой. И я поэтому вспоминаю все, что с паном. А еще есть истории пана и оружия. Стрельбы. Он очень любил стрельбы. У него было очень много друзей всяких. Со спецназа там, с алмаза. Вот. Истории эти были иногда комичные такие. Мы сидим в баре. Мы репетировали на Чапаево. Рядом был такой подвал. Душный. Только пить. Не есть ничего. Только пить. И мы сидим. Пан сидит в швондере. В таком свитере. И в кожаной куртке. Мы уже в майках сидим. Жара неимоверная. И пан такой. Ну, мы пану. И пан красный уже сидит. У него шанец такой. Индикатор был. Он это называл шанец. Нос становился красным таким. Большим. Напухал нос. Это единственное его выдавало. Что он поддатый. И сидит мокрый. Я говорю. Пан, да сними ты куртяк, кожан. Да мне нормально. Ничего. Мне хорошо серо. Ну, сними ты. Блядь. Но сидим. Уже стали его доставать этим. Да не могу я его снять. Я говорю. Почему? Ну, кожан показывает. У него портупея. И там волына торчит. Мы такие. Блядь, пан. Ну, ты опасный чел. Зачем ты волыну носишь на репу? Стиль. Один раз на жудро играем. Концерты бывали такие. Когда мы пана разыскивали откуда-то. Привозили на концерт. В общем, играет концерт, пан. Вроде все нормально. Посреди концерта. Что-то он мне показывает. И мол. Ну, паси сюда. И куда-то сюда показывает. Я думаю, посмотрит скворечник. Может, у него расстегнулся или что. А он паси мне. Швайку подымает. И у него волына здесь торчит. Он на концерт с волыной вышел. В жудро. Мы выступали тогда. Ну, со стрельбой. То есть, пан с оружием ходил. Если что. Вот. В определенные этапы жизни. Ну, пан Байки умел рассказывать классное. То, что он ездил на спецзадания в Аргунское ущелье. Это знали все. Ну, и все в это верили. Верили. Потому что пан иногда рассказывал такие истории. И так это делал. Что ты ему верил.